на рассвете всюду в избах одно и то же и у нас под костромой и на украине и в гуцульской деревушке у подножья карпат пахнет кисловатым хлебом вздыхает старик бормочет в сенях сонные куры торопливо тикают ходики потом за окнами воздух начинает синеть и потому как запотевают стекла догадываешься что во дворе должно быть весенний заморозок ясность роса на траве постепенно начинаешь различать черные распятие над дверью бараньи безрукавку на табурете прикрытую выгоревший фетровой шляпой и вспоминаешь да ведь это совсем не под костромой а на самой западной нашей границе в гуцули и синие глухие тучи проступающие за оконцем вовсе не тучи а карпатские горы далеко в горах за лесом за туманом гремит протяжный пушечный выстрел начинается боевой день выходишь умыться во двор от холодной воды сразу исчезает ночная путаница в голове и с ясностью вспоминаешь все весь вчерашний день на поляне перед домом столько ромашки что бойцы стесняются ходить по поляне обходят ее стороной среди поляны цветет одинокий куст шиповника в утренней прохладе он пахнет сильнее чем днем солнце еще за горами но верхушки лесов на западных склонах уже зажигаются ржавчины от его первых лучей в избе живет дед игнат со своей внучкой ганей дед очень стар и болен он бывший дровосек вот уже год как дед не может удержать в руке тяжелый топор слава богу говорит дед что достала у меня силы перекреститься как увидел я русские пушки до церкви это деду дойти трудно его туда отводит ганя дед становится на колени перед алтарем убранным голубыми бумажными цветами его седые косматые волосы вздрагивают на голове и он шепчет слова благодарности за хлеб за то что освободилась его краина от проклятых швабов и довелось ему старому увидеть еще одну весну в родной стране страна это прекрасно она закутана в светлый туман кажется что этот туман возникает над ее мягкими холмами отдыхание первых трав цветов и листьев от распаханной земли и поднявшихся зеленей маленькие радуги дрожат над шумящими мельничными колесами брызжут водой на черные прибрежные ветлы холмы сменяют друг друга бегут от горизонта до горизонта они похожи на огромные волны из зелени и света небо такое чистое и плотное что невольно хочется назвать его по-старинному небосводом солнце отливает желтизной и с каждым вздохом втягиваешь целебный настой из сосновой коры и снега что еще не всюду растаял на вершинах гор только вчера мы заняли эту деревушку жители еще спасались по лесам от немцев в деревне никого не было кроме детей старух и дряхлых стариков немцы засели вблизи за ущельем над единственной горной дорогой нужен был проводник чтоб подняться покручим выше немцев на скалу носящую название чешская лона только оттуда сверху можно было выбить немцев и очистить дорогу вместо проводника к лейтенанту привели десятилетнюю девочку она была в новых постолах в длинной бордовой юбке с белой каймой в желтой безрукавке со множеством перламутровых пуговиц и шелковом платке маленькая празднично разодетая она стояла потупе в глаза и теребила край синего фартука неужели нет проводника постарше спросила задач на лейтенант тогда старики стоявшие рядом переглянулись сняли фетровые шляпы почесали затылки и объяснили что эта девочка внучка знаменитого в их местах охотника и дровосека деда игната и никто к сожалению лучше ее не знает дороги на чешской лона знает конечно самый гнат но вот уже год как он не ходит в горы очень слаб лейтенант сомнением покачал головой доведешь не заблудишься спросил он девочку а ответила девочка и покраснел так чтоб даже птица нас не заметила а повторила девочка и покраснела сильнее а ты не боишься строго спросил лейтенант бойцы стояли вокруг хмурились что это за провожатый несерьезный получается разговор девочка не ответила она только подняла на лейтенанта большие серые глаза улыбнулась ты снова потупилась невольно улыбнулся и лейтенант заулыбались и бойцы никто не ожидал увидеть из-под темных ресниц этот счастливый и смущенный взгляд все молчали только вихрастый мальчишка с бегающими глазами высунувшись из-за плетня сказал со страшной завистью ух ганька девочка насупилась бойцы оглянулись мальчишка спрятался старики качали головами да есть чему позавидовать хлопчик действительно есть чему позавидовать девочка провела отряд на чешской лон дорога была очищена от немцев к вечеру девочка вернулась вместе с раненым бойцом молеевом боец он был исправный смелый и никаких недостатков за ним не числилось если не считать некоторой болтливости вечером молеев сидел около дома игната на камне пил молоко и отставив забинтованную правую руку беседовал со стариками старики слушали почтительно ласково но вряд ли что-нибудь понимали молеев был рязанский разговор у него с гуцулами получался не очень вразумительным ничего говорил молеев наше начальство ее наградит беспрекословно за шустрость и за смелость за нами геройство не пропадет так что вы граждане старики в этом не сомневайтесь старики улыбались кивали головами начальство начальством говорил молеев а вот бойцы больно девочки этой благодарны не нахвалятся и следовало бы ей от бойцов чего-нибудь преподнести за внимание только вот беда не придумаешь чего сами знаете у бойца в мешке неприкосновенный запас а в подсумке патроны а ей видишь ли куклу нужно или что-нибудь в этом смысле молеев излагая эти обстоятельства из жизни бойцов хитро подмигивал поглядывал на смущенную девочку позванивал чем-то у себя в кармане но никто не понял его тонких намеков в кармане у молеева были спрятаны стеклянные бусы их дал моле его лейтенант и приказал на утро подарить гане но по возможности неожиданно не просто так по грубому вынуть и сунуть в руку намал получай а с некоторой деликатностью и таинственностью молеев хорошо понял задание и с радостью взялся его выполнить хотя считал это дело трудным и щекотливым старики в темноте разошлись запылали над карпатами звезды сильнее зашумели водопады из вечерних лесов запахло сыростью дикими травами дед игнат малеев и ганя долго еще сидели около дома малеев притих ганя робко спросила а у вас за москвою такие речки как наши или дужи другие другие ответил малеев у вас хорошо и у нас хорошо наши реки льются широкие чистые в цветах в травах льются в далекие крымские моря плывут по тем рекам белые пароходы с красными шелковыми флагами и горят светятся по берегам бесчисленные наши города и лес дужи другой спросила ганя и лес другой сказал малеев грибной лес у нас на тысячи километров разный бывает гриб боровик подберезовик рыжик живет в наших лесах мудрая птица дятел каждое дерево клювом долбит пробует какое дерево сухостойной или с гнильцой делает на нем отметины для лесников руби мол не сомневайся малеев замолчал ганя его больше ни о чем не спрашивала тогда малеев не выдержал а что ж ты про людей наших не спрашиваешь спросил он какие они наши люди а людей я знаю ответила ганя и улыбнулась вот правильно сказал малеев весело с тобой разговаривать утром малеев проснулся очень рано вышел из дому оглянулся вытащил из кармана бусы повесил их на плетень около дома а сам спрятался за углом стал ждать ганя пошла к речке за водой и на обратном пути должна была пройти около плетня не смело протянув к бусам худенькую руку она подходила к плетню так осторожно будто боялась спугнуть птицу но вдруг она вскрикнула схватилась за концы платка повязанного на голове и заплакала малеев от удивления выскочил из-за угла и увидел вихрастого мальчишку он мчался вдоль плетня зажав в руке блестящие бусы углядел подумал малеев и закричал страшным голосом брось тебе говорю брось раскаешься мальчишка оглянулся швырнул бусы в траву и помчался еще быстрее все случилось именно так как не хотел лейтенант малеев подобрал бусы подошел к плачущей гане сунул ей бусы в руку и покраснев пробормотал это тебе получай вышло конечно грубо и без всякой таинственности но ганя подняла на малеева такие заплаканные и благодарные глаза что малеев отступил и мог только сказать начальству конечно своим порядком а это от нас дед Игнат стоял на пороге и усмехался когда малеев и ганя подошли дед взял у гани бусы позвенел ими на солнце надел их на ганину шею и сказал маниста это краше золото эх серденько мое увидят твои ясные глаза счастье с такими людьми увидят ганя поставила на траву ведра с водой и потупившись смотрела на бусы сияющими глазами вода качалась в ведрах отражала солнце светила снизу на бусы и они горели на смуглой шею девочки десятками маленьких огней